привет всем хочу показать вам еще один интересный узор крючком вот я начала вязать донышко шляпки кепочки так вот с такой ниточки плетеная тут я прочитала олимпия антромеда тут сильно мелко я не вижу сколько она метров в граммах но я такой уже вязала шаре спицы мне очень понравилось это пряжа давайте начнем так набрала цепочку из трех петель замкнула в кольцо соединительным столбиком набрала с одним накидом 9 столбиков в кольцо и начала вязать вот таким способом но я сейчас покажу в каждой в каждом круге прибавляется по одному столбику так здесь у меня уже 6 столбиков с накидом сейчас скажу вам для взрослой кепочки шляпки сколько у меня кругов получилось и начну делать вот 6 столбиков с накидом 7 у меня идет вот так вот мы делаем сейчас его и опять 6 столбиков с накидом вот так получается такая цепочка идет по донышку опять 6 столбиков с накидом утро еще нас раненько узор очень интересно такое я уже одну связала она какая-то аляпистая мне получилось несколько цветов пустила молодежная а эту решила связать однотонную 6 столбиков это за тело столбика вперед так так ниточка это серебристая цепляется у меня крючок еще неудобная свой крючок все время их теряю не могу найти удобный такой старенький уже самодельная самодельная ручка я куда-то засунула так шестой столбик седьмой за тело столбика так так сейчас спереди и тут у меня уже раз два три и столбики подъема 4 получается значит три столбика надо еще спереди 2 потому что по 6 у меня два делаем соединительную столбики подъема 2 три и начинаем делать узор сам узорчик так у нас середка идет столбик вот так сделаем по два узора пустим нету так не получится пройдем до столбика выпуклого и начнем узор так будет удобнее и вам понятнее здесь мы сделаем 2 столбика с накидом потому что один из воздушных петель подъема третий будет как бы так теперь у нас вот раз два три раз два три в середку между трех столбиков один столбик с накидом так теперь потом будет на следующем ряду понятно так сейчас ниточку теперь Лишь бы видно было, вам лишь бы поняли. Затела столбика, заводим. Затела столбик. 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 У нее такая яркая курточка, пальтишко, такими цветами. Такая у нее курточка. Цвета подбирала долго, чтобы под курточку было и под клач. Этот кипончик уже будет под мою курточку. Она у меня такая черная с белым. Их у меня три, они почему-то как-то подобрались почти одинаковые. Фасоны только разные. Расцветка почти одна и даже одинаковая. Столбик с накидом. И самое главное, второй круг показать бы вам. А дальше уже ясно будет вам понятно, как этот узорчик формируется. Так. Продолжение следует... 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 так у нас получается 1 2 3 1 2 3 так и тут получится 1 2 3 все правильно делаем петли подъема так сюда в середку вот где три столбика делаем столбик с накидом так 4 сделала просится 4 петля у нас здесь будет теперь один столбик с накидом середки здесь три столбика будем делать и один столбик был в предыдущем ряду здесь середку один столбик с накидом а где один столбик с накидом в предыдущем ряду делаем три так так сейчас ребятки так так ой господи в середку я обычно делаю так один столбик с накидом теперь эти три столбика где один был так сейчас ниточка не поддается сейчас ниточка не поддается так 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 надо 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 над этим вот как первым за этот столбик будем 3 выпуклых делать так будем делать до конца до нужного размера надеюсь понятно он вот такой узор будет и тут так интересно в изнаночке такой вот интересно тут я последний ряд делала с резиночкой с пандексом вяжите пробуйте потом покажу как козырек сделать вот такой узор давайте еще разочек вам покажу один столбик делаем над тремя столбиками предыдущего ряда а где был один делаем три столбика выпуклые задельцы так вот давайте посмотрим этот узор так получается как бы в сторону уходит сейчас покажу вот он как бы идет вот так вот видите как так вот 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 непонятно спрашивайте пока до следующих уроков